МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на главном телеканале Якутии в прямом эфире премьера еженедельной информационно-аналитической авторской программы «Считаю важным». Наступивший 17-й год без гнева и пристрастия уже меняет окружающий мир, и он же обнулил мой прежний телевизионный формат и инициировал новый, в котором в продолжении целого часа я буду вести речь о значимых в свете настоящего и будущего событиях и суждениях, идеях и начинаниях, проблемах и вызовах в мире, в стране и в республике. Адрэм, как говорили древние, к делу. Доминантной темой сегодняшнего выпуска станет энергетическая безопасность якутского севера и северный завоз, от которого она, эта безопасность, зависит. Разговор на эту тему предстоит развернутый, но прежде я считаю важным остановиться на некоторых существенных моментах начала и середины января. Какие-то просто обозначить, а на каких-то акцентироваться. Итак, что выделю буквально одной строкой. С 1 января вступили в силу новые правила постановления закона и запреты. Их довольно много. Например, повышается защита прав дольщиков при строительстве многоквартирных домов. Помимо дополнительных обязательств, ложащихся на застройщиков, создан специальный компенсационный фонд по обанкротившимся объектам. Далее, фонд обязательного медицинского страхования теперь сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации на оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также с 2017 года упрощается процедура направления россиян на лечение за границу за счет государства. А заработавший федеральный реестр инвалидов поможет в частности в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. С этого года расширен список электронных услуг. По интернету теперь можно будет купить полис ОСАГО и подать документы в суд общей юрисдикции. Новый закон о туризме усиливает ответственность туроператоров. Обводимый новый вид уголовного наказания, принудительной работы, станет альтернативой лишению свободы, правда, пока лишь для 900 человек в стране. Именно столько вмещают четыре появившихся исправительных центра. «Не ищите совершенных решений в несовершенном мире», – писал Черчилль. Однако, похоже, Дед Мороз 2017 принес немало либеральных подарков в законодательной сфере. Вот и спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко допустила возможность отмены антисеротского закона Димы Яковлева. Может, это дает основания разным экспертам и специалистам считать, что наступивший год будет для России нетрудным и достаточно позитивным. Плюс ожидание рекордной низкой инфляции на уровне 4% и, как следствие, снижение ставок по кредитам, потребительским и потечным, особенно для бизнеса. Прогнозируемая стабилизация стоимости жилья, во всяком случае, в первые полугодии. А для жителей ДФО в этом ряду, конечно, отдельной строкой стоит выравнивание энерготарифов. На минувшей неделе Дмитрий Медведев утвердил план развития экономики на 2017 год, по которому объем поддержки промышленности установлен в размере до 107 миллиардов рублей. Эта цитата «должна дать положительный эффект всей нашей стране и ее экономическому развитию». Кроме того, должны быть проработаны меры по поддержке тех регионов, которые находятся в сложном положении, сказал премьер-министр. Какие это регионы и сколько их еще предстоит уточнить. Экономика России может выйти в 2017 году на темпы роста в 2% при условии сохранения нынешних цен на нефть и отсутствия новых внешних шоков, считает министр экономического развития Максим Орешкин и сообщает РБК. А 19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство России готовит меры по ускорению роста ВВП страны, чтобы в будущем перейти от 2% темпов роста к более приемлемым цифрам. «Мы считаем, что 2% для России рост достаточно низкий», сказал Игорь Шувалов. Доктор экономических наук, завкафедрой политэкономии Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Зарасов, беседу по скайпу с которым я записал буквально вчера, «не ожидает, что будет серьезный прорыв в развитии нашей экономики и существенное повышение уровня жизни людей в 2017 году. Экономическая активность снижается, обретает новое равновесие, но на уровне ниже прежнего». Конец цитаты. Давайте посмотрим первый фрагмент этого интервью. У нас бюджет сейчас запланирован на 3 года вперед. Это положительный момент, то, что мы вернулись к более долгосрочному бюджетному планированию, отошли от годового бюджета. Но в этом плане главной целью бюджетной политики на предстоящие 3 года, главной целью ставится сокращение бюджетного дефицита. И этой цели служит сокращение расходов. Причем впервые за постсоветский период сокращение расходов государства планируется темпами более быстрыми, чем ожидаемое падение доходов бюджета. Ожидается, что за 3 года доходы бюджета сократятся на 0,5% ВВП, а вот расходы должны сократиться на 2,5%, то есть в 5 раз быстрее. И в этих условиях сокращаются прежде всего расходы на национальную экономику, сокращаются расходы на оборону, и падает в структуре бюджетных расходов доля расходов на образование и науку. То есть вот те статьи бюджета, которые влияют на экономику, предполагается резко сокращать. Ну, в этих условиях инфляция, даже если удастся удержать инфляцию на уровне 4%, как планирует правительство, все равно, мне кажется, что реальные доходы населения должны сокращаться. Руслан Зарасов привел недавний пример, когда в 2014-2015 годах доля зарплат резко снизилась в ВВП страны в реальном выражении. А доля прибыли возросла. И в эти годы, по оценкам Центробанка, чистый отток частного капитала за рубеж составил 210 миллиардов долларов. Цитата. Значит, частный бизнес на снижение реальной зарплаты реагирует не увеличением инвестиций, а увеличением вывоза капитала за рубеж. Конец цитаты. В интервью российской газете, опубликованном во вторник, 17 января, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, цитата. Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению. Конец цитаты. Вместе с тем, по словам Топилина, уровень безработицы в стране не повысится. И тут я считаю важным поделиться информацией, опубликованной агентством Регном 20 января. С начала 2017 года сведения о планируемом высвобождении более 2000 работников представили 126 организаций Якутии. В январе прошлого года в республике собирались уволить на 300 человек меньше. Конец цитаты. Возвращаясь к зарплатам. 13 января глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Гайдаровского форума высказал мнение, что в 2017 году крупные работодатели начнут увеличивать зарплаты. При этом он пояснил, что данный рост не будет превышать темпы инфляции. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в четверг, 19 января, положением дел в стране довольны 47% и недовольны 45% респондентов. 49 и 44, соответственно, довольны-недовольны положением дел у себя в городе, в селе. Больше всего недовольства у респондентов вызывают работа властей в сфере здравоохранения, экономики, соцзащиты и образования. Вице-премьер Игорь Шувалов на форуме в Давосе в качестве основной проблемы российской экономики назвал «человеческий капитал». Что надо сделать, чтобы разорвать этот порочный круг, когда граждане критикуют экономику и сами же являются ее главной проблемой? Система образования и рынок труда должны приспособиться к условиям мировой конкуренции, но, как признал вице-премьер, пока Россия в этом проигрывает. А по мнению бывшего главы Минфина России, а ныне руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, самый серьезный вызов – это угроза технологического отставания. На Гайдаровском форуме он предложил создать на территории России 10-15 крупных агломераций, которые могли бы стать альтернативой Москве и Санкт-Петербургу и привлечь в регионы молодежь. Представляется все же, что это отдаленная перспектива. И, возможно, она лишь вследствие общего подъема экономики. Своим рецептом оздоровления, который поделился в интервью и Руслан Зарасов. На самом деле, надо, конечно, просто отказаться от неолиберального экономического курса. В условиях мирового экономического кризиса, когда мировой рынок стагнирует, и экономики западных стран расширяться больше не будут. И можно, вот сейчас какой-то временный, я думаю, рост цен на нефть произошел. Ну, наверное, можно как-то, ограничив предложение в рамках ОПЕК, и согласовав эту стратегию с теми, кто в ОПЕК не входит, производителями нефти, и как-то можно цены мирового рынка поднять. Но проблему зависимого развития этим не решишь. Надо перенести акцент на развитие внутреннего рынка. А главное условие для этого – это перераспределение национального дохода от прибыли крупного капитала, прежде всего, в заработную плату наемных работников. Вот тогда внутренний рынок будет расширяться, и тогда продажи компаний, которые работают на внутренний рынок, начнут расти, повысится доходность от инвестиций в развитие нашей экономики, и можно будет противостоять вот этому мировому экономическому кризису. Это требует совсем другой политики, требует других социальных интересов, господства не компраторского и финансово-спекулятивного капитала, а интересов промышленников, наемных работников, бюджетников, тех, кто определяет технический прогресс и развитие экономики. И требует, конечно, роста плановых инструментов воздействия правительства, государства на экономику. Обобщая затронутые в первой части программы вопросы, замечу, что в условиях низкого уровня инвестиций, а их доля ВВП страны составляет сейчас 17%, рост реальных зарплат на незначительную величину, которая совершенно не компенсирует произошедшего падения, угроза безработицы и сокращения государственных расходов, наверное, не стоит ожидать серьезного экономического роста в наступившем году. Кстати, считаю важным, здесь напомнят слова председателя правительства России Дмитрия Медведева, сказанные на съезде партии «Единая Россия». Цитата. «Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы». Ну, о Дональде Трампе поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас считаю важным процитировать один абзац из его первой речи. «Государство существует для того, чтобы служить своему народу. Американцы хотят лучшие школы для своих детей, безопасные районы для своих семей и хорошие работы для себя. Очевидно, этого хочет каждый представитель цивилизации». Давайте для того, чтобы перейти к следующей основной части программы, убедимся в этом, посмотрев небольшой фрагмент, смонтированный из материалов, размещенных в свободном доступе в интернете. «Несколько лет тому назад завозили этот уголь. Было много, в достаточном количестве. А сейчас смотришь, хватит, а не хватит. Почему температура? Ну, топит нормально, ничего не горит, вода горячая. Ну, а если посмотреть, угля-то тоже мало осталось. Вот свет, допустим, говорят в новостях. Якобы вот эту ситуацию решили, топливо завезли, и всё, свет горит в школе, в садике, там, ничего не горит. На данное время ничего не горит. Как давали по два часа свет, так он и горит. Два часа отгорел, два часа на другую линию переключили. Всё, допустим, потому что если тебе включат на полную мощь, то, что завезли снегоходами, это топливо, как, используется, и всё, у тебя опять не будет никакого запаса. Сделали один дом, вот сейчас сделали его красивый дом, всё, сказали, зачем туда пустили эти деньги, а в доме-то холодно. Обшили его евровагонкой или камп-рофлистом, минвату, батарея новая. А люди, как сказали, было холодно, так в этом доме и холодно. Во многих домах сейчас очень холодно. И, как я знаю, где мои родственники живут, вообще минусовая. До пяти кое-как доходит, если тепло. Напоминаю, мы в прямом эфире, и вы смотрите программу «Считаю важным». У нас в гостях сегодня энергетики, у нас в гостях сегодня научный сотрудник отдела проблем энергетики Института физико-технических проблем Севера имени Ларионова и руководитель департамента по координации завоза грузов Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения. Я хочу сказать, что наш телефон в прямом эфире 421439. И сразу после рекламы вы сможете к нам дозваниваться. Мы будем рады и наши гости ответить на ваши вопросы. Ну, начнем мы уже, наверное, после рекламы. Вновь с вами в прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Считаю важным». У нас за время рекламной паузы поступил звонок от телезрителей Среднеколымского района. Давайте выведем его в эфир и послушаем вопрос. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, в эфире и задавайте вопрос нашим гостям. Добрый день. Меня зовут Негреба Николай Павлович, Нижнеколымский район, поселок Черский. У нас недавно была комиссия по поводу Колымского, что у нас лед тонкий и все прочее. Я считаю, что у нас дорожники ни хрена не работают. Они ни в прошлом году не работали, ни в этом году не работают. Создается видимость работы, списывается все это на природные условия. А техники у них нету ничего толком. И техника не в рабочем состоянии. Ну что толку? Проткакал кому этот кальмар до Колымского? На следующий день задуло все. После правительства дороги не устал. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, большое спасибо. Ваш вопрос, в общем, понятен. Давайте включим его в общую структуру нашей сегодняшней беседы. В общем, она будет состоять из трех таких блоков. Почему это могло произойти? То, что произошло в Среднеколымском и Нижнеколымском районе. Какова ситуация в этих районах сейчас? И что нужно изменить в северном заводе для того, чтобы как-то минимизировать риски граждан, живущих в северных районах Якутии, в арктических районах? Афгалина Афанасьевна, давайте начнем с вас. Афгалина Матвеева, руководитель департамента по координации завоза грузов Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Республики Саха Якутии. Хорошо, я начну. Завоз для арктических районов, основной объем завозится в период навигации водным транспортом, мы говорим, до входных пунктов, или до районных центров. Трудный доступ к населенным пунктам, он завозится, то есть развозится в период автоземника. То есть весь годовой объем формируется и в период навигации водным транспортом доставляется до районных центров. Для арктических нужд это порядка 400 тысяч тонн ежегодно завозится до районных центров. Сейчас в районных центрах по объему годовой потребности все в период навигации завезены. Сейчас в период автоземника он идет, развоз до населенных пунктов. В Среднеколымском, Нижнеколымских улусах, если говорить, да, то в ноябре-декабре мы все знаем, что там аномально теплая погода была, большие осадки снега, которые затруднили у нас работу дорожников. Из-за которого, еще из-за того, что большие снегозапасы, но покров, снежный покров большой, нарастание толщины льда. Где-то от нормы на 20 сантиметров, где-то в каких-то участках, местах ниже. В декабре нарастание. В связи с этим, конечно, открытие сезонных дорог, оно уже перешло на поздний период. Сейчас сложная ситуация, естественно, в Среднеколымском улусе, Нижнеколымском улусе. Ну, давайте, собственно, стабилизироваться. Напряженность эта будет снята? Будет снята. Топлива хватит? Топлива должно хватить и хватит. По планируемому, сейчас, да, Андрюшкину, который, если идет речь, где-то примерно до первых числа февраля, до 25 ноября, пока планируется уже открытие. Половину дороги прошли, сейчас уже идет пробивка до Аргахтаха есть, сейчас идет дальше дорога уже, ну, дорожники работают, сейчас уже по расчистке снега. А что можно ответить нашему зрителю? По Колымскому, да, конкретно до 5 тонн сейчас открыто, комиссия выехала, ну, там дорожники тоже работают, на днях до конца недели должно быть открыто. Хорошо. Уточните, само понятие энергетической безопасности, оно не только формируется, так, завозом топлива. Энергическая безопасность – это состояние защищенности граждан, экономики, общества от угроз различного роза, дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в энергии, экономически доступными и приемлемыми качествами энергоресурсами. То есть в управлении энергетической безопасностью выделяют группы угроз, из которых проблемы с завозом топлива относятся к группе угроз природно-климатического характера, мы к ним относим. И они являются на самом деле не самыми серьезными угрозами. Какие самые серьезные? Намного существеннее, серьезнее угрозы стоят в экономическом блоке. То есть у нас в республике, все знаем, имеется значительный дисбаланс цены и себестоимости. То есть затраты на энергоснабжение существенно превышают выручку, получаемую от реализации данной продукции. По нашим оценам, мы немножко укропненные оценки проводили в 2014 году, по факту 2014 года и перспектива 3-4 года. И на уровне 2014 года этот дисбаланс нами оценивался с учетом перекрестного субсидирования в районе 22-25 миллиардов рублей ежегодно. То есть вот это очень серьезная нарастающая проблема, которая предстоит нам решить. Это самый серьезный вызов. Вопросы, возникающие с топливом, решаются простым резервированием топлива. Надо просто следить за ситуацией изменений в климатических изменениях, в годных условиях, прогнозировать потребности и правильно резервировать. Здесь тоже свои специфические проблемы также имеются в плане формирования долгосрочных запасов, так как никакое топливо невозможно завести заранее за 3-4 года, как у нас было бы идеально, и сохранять его в данном промежутке, чтобы топливо само сохранялось и не теряло качество. А вот давайте спросим, Алексей Ивлев, исполняющий обязанности гендиректора Сахаэнерго, акционерного общества. Возможно ли завести заранее? Ну, заранее, если мы говорим чисто теоретически, заранее, конечно, возможно. Но хранить его, как только что уже было отмечено, невозможно. К сожалению, дизельное топливо потеряет свои физико-химические свойства и, конечно, будет непригодным для использования. Здесь еще необходимо отметить еще один очень важный момент, который также были отмечены. Это разница между себестоимостью и ценой. Надо понимать, что завоз и хранение большего количества топлива, это, естественно, увеличение стоимости вырабатываемой продукции. Естественно, это топливо придется закладывать в стоимость. То есть его нужно будет охранять, его нужно будет хранить. Естественно, тариф на электрическую энергию, он возрастет. Ну и потом создавать запасы, их же тоже невозможно создавать до бесконечности. На самом деле топливо завозится с определенным запасом, завозится годовой запас объема топлива, то есть для потребности для работы дизельных станций. Исходя из этого формируются запасы. Понятно. Сергей Гаврилов, главный инженер Якутской Энерго. Здравствуйте. Здравствуйте. Так как минимизировать, собственно говоря, вот кроме, может быть, ну каких-то прозвучавших уже, да, идей, риски для людей, живущих там на севере? Ну, я считаю, что должна быть разработана достаточно гибкая схема доставки дизельного топлива, потому что ежегодно меняются природные условия. А сейчас она жесткая, не будет? Ну, существуют, называемые так, стандартные схемы завоза топлива, да, стандартные схемы работы дорожников, да, стандартные схемы работы по зимникам. На самом деле нужно переходить к более гибким схемам, то есть, чтобы у дорожников в наличии была не только тяжелая техника, которая бы позволяла расчищать зимники в более ранний период времени, в зависимости от более высокой температуры наружного воздуха и снежного покрова, значит, чтобы схемы завоза были более гибкие, да, значит, часть, вот, часть не только ориентация, допустим, завоза по рекам, да, там, привлечение, значит, завоза или использование завоза северо-морским путем, да, использование железной дороги, значит, не только создание, значит, там, имкосного парка, да, где-то увеличить его, где-то его уменьшить, да, как я уже сказал, дорожники, чтобы привлекали более легкую технику для того, чтобы, значит, в более ранние сроки открыть зимники, ну, к примеру, да, по Колымскому стало возможно, значит, открытие перевозок до 5 тонн только благодаря тому, что, значит, вот, снегоходы, да, или вездеходная техника, она уплотнила снежный покров, соответственно, позволила, значит, увеличить ледовую, значит, ну, проморозку в дороге и, соответственно, доставку техники. Вот этот комплекс мероприятий, значит, нестандартные подходы к, значит, дорожным условиям Арктики, они позволят, значит, минизировать риски. Я зачитаю просто, это важно. 18 января 2017 года этого года Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым утвержден перечень товаров для закупки и доставки которых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, могут предоставляться бюджетные кредиты за счет средств бюджетов субъектов Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства. Утверждение подобного перечня стало возможным федеральному закону, ну и так далее. Все-таки, вот снять или не снять напряженность, вот для тех людей, которые нас сейчас смотрят, жители Севера, жители в тех районах, в которых сложилась эта ситуация, вот что им можно сейчас сказать? Ну сейчас, естественно, предприятиями, если говорить Среднеколымско-Нижнеколымско-хокусы конкретно, да, предприятиями, естественно, приняты планы мероприятий, организационные. На местах, чтобы оценить ситуацию, работают рабочие группы и с участием организации представителей. В Среднеколымске сейчас работает правительственная комиссия, там оценивается и дорожная работа, и остатки на местах, и, ну, весь, всю ситуацию, которую можно сейчас, на самом деле, сейчас оценить. А топлива достаточно, просто мы говорим, что из-за того, что дороги нету сейчас, мы говорим, это у нас сложные участки. На самом деле, пока у нас достаточность есть, просто когда мы к себе берем, да, на особый контроль, потому что сложные участки, открытие поздних зимников. Ну, назывались какие-то даты, вот топлива хватает, там, до 7 февраля или до 25 февраля, сейчас как? Да, есть такое тоже. А обеспечиваются сейчас жители, ну, как бы не круглосуточно энергией, с перерывами сейчас, или как это происходит? Ну, это, наверное, ко мне вопрос. Значит, ограничения по подаче электрической энергии, они сняты как в селе Колымском, так и в селе Андрюшкино. То, что мы с вами видели, значит, ролик из Ютьюба, да, то есть он, скорее всего, значит, касается именно начала периода ограничения подачи электрической энергии в селе Колымское. Когда через несколько дней после ввода ограничений, да, то есть с местной администрацией был согласован такой режим... Все, большое вам спасибо, уходим на рекламу. Мы продолжаем наш эфир. У нас новые гости в третьем блоке нашей программы, но говорить мы будем, ну, в основном, и начнем разговор, собственно, продолжим его. О том же самом, о энергетической безопасности районов севера Якутии, о северном завозе. И мои собеседники в третьем блоке программы «Считаю важным» Галина Мазалевская, журналист и редактор ЕСИА, и Виталий Андреанов, главный редактор газеты «Якутия». На прошлой неделе в новостях по НВК САХА прошел сюжет, собственно говоря, вот о том, прошел сюжет, значит, который фоном может служить для нашего разговора. Давайте мы его сейчас посмотрим, про хищения, которые произошли и вскрылись. Тем временем сегодня вскрылась, хоть и не основная, но все же веская причина начала чрезвычайной ситуации в Колымском. Солярку крали сами же работники электростанции. Старший мастер, электромонтер и машинист похитили более 6700 литров топлива. По факту хищения топлива возбуждено два уголовных дела в отношении электромонтера электростанции, а также машиниста электростанции. Кроме того, уголовные дела возбуждены заместителем руководителя Колумбского межрайонного следственного отдела, следственного управления, следственного комитета России по республике САХА «Якутия». По двум результатам преступлений предусмотрены частью третьей статьи 160 УК РФ в отношении старшего мастера электростанции. В настоящее время по делам проводится предварительное расследование. По данным статьям, нефтемагнатам-неудачникам местного разлива грозит до четырех лет лишения свободы, а также громадная благодарность от односельчан, естественно, в кавычках. Вот это вот часть сюжета, который был в эфире НВК САХА, готовил его мой коллега Виталий Абрамов. Ну, что вот это такое за хищение шести с небольшим тысяч тонн, да, литров, литров даже, да, топлива? Это же каплево моря. Это что, это вот козлов отпущения нашли в виде этих ребят? Нет, ну, может быть, просто повод все-таки начать работу. Ведь транспортные и другие предприятия, они решили эту проблему. Хищение топлива были не только у энергетиков. Тут больше, вообще, сама проблема в том, что, в принципе, не должно быть стоять вопроса, когда счет идет на сутки, обеспечение на двое, причем в экономном режиме. Это речь, здесь уже говорилось, что сама схема стандартная, которая применяется до сих пор на севере по снабжению, она не предусматривает каких-то экстренных ситуаций, которые вот уже на протяжении многих лет с разных сторон бывают. И такое впечатление создается, что... Всегда в экстренных ситуациях живет. Давайте уже прямо говорить, что эта схема давно устарела. Схема стандартная. Да, она сейчас не работает, то есть очень многое поменялось. Она когда была создана? Еще в советское время? Нет, нет, нет. Довольно? Нет, нет, нет. Рухнуло. Вообще, такое впечатление, повторюсь, что вот эту проблему пытается решать республика. Вот есть у нас Арктика Якутская, есть у соседних регионов Арктика, и все на региональном уровне пытаются решить. Было вот в прошлом году достижения, добились, вот постановление вот цитировали правительство. В прошлом году по правке бюджетный кодекса вышли о кредитовании. Сколько лет добивался наш парламент, наша исполнительная власть этого? Сколько бы ни говорилось до сих пор о Арктике как стратегическом каком-то регионе России, таком макро-регионе, до сих пор республики, округа, они один на один с этой проблемой, и вот все на тонкую, потому что из последних сил. Вот мне кажется, что здесь какая-то системная проблема, и на самом деле Арктика, уже давно пора понять, что Арктика, это по сути роскошь для государства. И, соответственно, если мы хотим сохранить вот эти арктические территории, то мы должны уделять им внимание не только на уровне регионов, но и вообще на федеральном уровне. То есть об этом нужно думать, думать постоянно. И, на мой взгляд, Арктика, она сама себя никогда не окупена, не будет экономически выгодной. То есть ей нужно уделять внимание. А недра? Ну, недра, добыча недр в Арктике, это же... Ну, это дорогого стоит, да? Ну, там и затраты на это тоже большие. Но в любом случае, понимаете, использовать Арктику только как источник недр, там же люди живут, их не так много в центральной полосе. И я считаю, что все-таки нам давно пора понять, что если мы хотим сохранить Арктику как некий ресурс стратегический, то мы должны этому ресурсу уделять какое-то внимание. А вот, Галина, давайте сейчас посмотрим, у нас еще приготовлен один материал. Мы получили его из Москвы, интервью с постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрием Куприяновым. Арктика, она сегодня воплощает все будущее. Многие в нем видят новые ресурсы, многие видят сферу обитания. Ну и в-третьих, бережное отношение того, что мы уже прошедший путь нам показывает, и этот опыт. И то, что вот буквально 29-30 марта в Архангельске будет четвертый форум с участием президента страны Владимира Путина. Так и звучит Арктика, территория жизни человека. Республика будет в этом участвовать. Мы движемся в постоянном направлении, чуть в купе с Министерством экономического развития Российской Федерации, которые вырабатывают эту методологию, это формирование взаимоотношений бюджетных, ну, вложений против вещей в развитие арктической зоны. Сегодня Алексей Александрович Тручков, наш министр и первый заместитель председателя правительства, является членом этого организационного комитета. Мы предполагаем, что Егор Афанасьевич, правительство Якутии, министерство примут участие, активное обсуждение этих проблем. Более того, наш Северный форум. Что добились сегодня? Сформирование того, что считать Арктикой, как подойти к Арктике, мы сегодня уже в Министерстве экономического развития имеем взгляд, сформированный с участием правительства Якутии, это восемь опорных зон развития Арктики. Якутия называется Северо-Якутская опорная зона. Это наше достижение, я считаю. И те взгляды о развитии Арктики, которые касаются прежде всего транспортной инфраструктуры, там занимают главное место. Практически сегодня никто не будет отрицать, что до 2050 года Арктика будет снабжаться только речным транспортом. И развитие нашего Ленского объединенного речного пароходства является там основной нишей, которой республика добивается финансирования, отстаивания и его развития. Ну вот мы и поднялись до обобщения на макроуровне, то есть то, о чем мы сейчас говорили. О чем Юрий Степанович приятно сейчас сказал. Процитирую. Предложения Якутии включены в проект госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года. И дальнейшую перспективу проект будет рассмотрен правительством страны. 1 февраля Якутия внесла предложение в части изменения состава Арктической зоны Российской Федерации. Но при всем при том, завоз на следующую зиму уже формируется. Вот. Уже сейчас практически у нас готовятся проблемы, которые могут возникнуть по этим старым схемам снабжения. Не знаю, еще погода опять что-нибудь, не дай бог, выкинет. Она вот выкинула, собственно говоря, Дунай замерз, незамерзающий. И коллапс наступил чуть ли не в 10 странах европейских, по которым идет снабжение. По Дунаю идет снабжение этих стран. У нас может быть все что угодно совершенно, да? На Арктику нельзя распространять общие правила. Это исключение сплошное. Вообще экономическое в том числе. И экономически, конечно, нужно вводить новые правила для снабжения. Тогда это может быть и обоснованный тариф какой-то, и действительно выгода приобретения от того, что мы там остаемся. И возможно какое-то развитие. Но это все зависит от снабжения. Корень именно в снабжении. Вам доводилось писать на вот эти вещи, потому что они повторяются, в общем, из года в год, да? Давайте вспомним, что было. Ну, на нашей памяти буквально. Ну, далеко вот ходить на Индигирке. И давайте причина. Два года назад, да, когда не довезли на Белую гору, то есть по Индигирке не смогли завести нужное количество продуктов питания и так далее. Там, насколько я поняла, причина была в том, что река сильно обмелела и просто низкий уровень сюда не смогли пройти. Вот опять, да, влезает проблема. Не занимает, ну, говорят, что занимается дноуглубительными работами, но не справляется техника, которая на сегодняшний момент есть в распоряжении путейщиков. То есть просто не хватает... С той поры зим снаряд еще появился, распоряжение путейщиков один. Ну, тем не менее. Ну, вот в прошлом году была ситуация... Дополнительное. Да. Но одного снаряда мало, я так понимаю, потому что они... Ну, дополнительно одного, конечно, но их было больше. И, кстати говоря, низкие уровни несколько лет подряд прогнозируют метеорологии. Да, да, да. То есть, скорее всего, это уже как бы данность, с которой нужно считаться. Помимо баров рек был еще неблагоприятный ветер с океана, который прижимал флот там неделю или две к берегу. Не давал работать. Не могли выйти в морскую навигацию нормальную. Причин много. И это, ведь буквально это... На моей памяти началась проблема, когда каждый декабрь, январь в каком-то таком режиме напряженном стоит вопрос о снабжении. Ну, он постоянный, собственно говоря. И в авральном порядке, собственно говоря, вот все решается. Вам доводилось бывать в тех районах самим? Да. А вот в такую пору? И в такую пору. И в такую пору тоже? Как это по ощущениям, да? Может быть, вопрос как-то так неправильно звучит, да? Вы на себе испытали вот то, что сейчас испытывают жители Нижнеколымского, например, района? Ну, я думаю, что здесь, если бы в Якутске вот сейчас люди остались без света и без тепла, они испытывали бы то же самое на самом-то деле. Потому что здесь тоже довольно низкие температуры, достаточно низкие, чтобы испытывать дискомфорт. Поэтому, конечно, ничего. Наверное, есть то, что трудно ощутить вот так вот, приехав в командировку, когда люди в магазине еще вроде на полках товар есть, но предприниматель говорит, у меня через две недели не будет ничего. Все, кончится. И полки будут пустые. Там, да, правительственная комиссия поработала, там нашли какие-то выходы в очередной раз. Но вот на момент приезда туда, в поселок, у людей было полное ощущение, что через две недели вообще непонятно, как жить дальше. А если дело касается топлива, помните, как с углем в Среднеколымске тоже три года назад была ситуация? Вы будете писать о той ситуации, которая сложилась сейчас, и в своих изданиях, и о путях выхода, собственно, и решения этой проблемы? И как? Мы уже в декабре начали писать, собственно, о том, что происходит. Тут ведь много еще наслаивается. Вот кредитование из бюджета разрешили. В то же время, с другой стороны, изменяют требования к накапливаемым товарам, и практически исчезает понятие депонации, когда был запасным на два года, на самом деле, а не на год. То есть сокращается все, условия становятся жестче по завозу. Примерно вот как с дизелем говорили, его нельзя надолго завести. Ну да. Сейчас тоже распространится на продукты. Уже распространилось, по сути дела. Как писать о таких вещах? Потому что напишешь, ну так, сгущая краски, вроде бы, и не очень правильно, потому что проблема решается. Напишешь легко, тоже вроде бы неверно, потому что людям тяжело там жить. Я думаю, здесь, наверное, не столько писательность, сколько, в конце концов, начать решать эту проблему. От нас тоже зависит, наверное, то, как мы говорим об этом, то говорим ли мы об этом вообще, собственно. Тут несколько уровней проблемы. И повторюсь, то, что я наблюдал неоднократно и видел, муниципальные, республиканские власти буквально на грани возможности делают все, что могут. Каждый раз добиваются какой-то поддержки из федерального центра. Но на самом деле остается ждать, когда вот эти вот все решения, которые принимаются на федеральном уровне, стратегия, программы развития, весь пакет нормативно-правовой, включая закон об Арктике, как-то начнут реализовываться, действовать, дожить, что называется. Они пока как-то вот эти решения, они точечные. Вот возникла проблема, мы ее сейчас закрыли. У нас реклама, спасибо вам большое. Мы, собственно говоря, на этом завершаем нашу тему. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер те, кто был с нами все это время в эфире, и те, кто подключился к нам только что. В эфире информационно-аналитическая авторская программа, считаю важным, премьера этой программы. У нас в гостях сегодня специальный гость программы, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин. Владислав Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы не поднимаем только одну тему в программе, их несколько. Но раз уж мы будем говорить сейчас о культуре, то позвольте, мы будем говорить о ней в разрезе экономики. Потому что мне вспоминаются слова Маргарет Тэтчер, без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. И вот, собственно говоря, культура и экономика. Все-таки, наверное, так вот сейчас будем строить разговор. 25 числа, послезавтра, будет отчет министра культуры. Какие там будут положения, какие там будут позиции в этом отчете? Ну, традиционно мы отчитываемся перед отраслью о том, что сделано Министерством по развитию культуры Республики. И, конечно, вот большая часть тех событий, которые видна общественность, которые видна нашим зрителям, она имеет такой мероприятийный характер. То есть это какие-то спектакли, гастроли. И вот успех года кино, конечно, он всем был заметен, как события были известны и на всероссийском, на международном уровне. Конечно, большая часть тех вопросов, которые есть и всегда очень актуальны для нашей отрасли, они остаются невидимыми для зрителей, для наших слушателей, для аудитории, для широкой общественности. Те вопросы, которые очень важны, на которых основывается, на самом деле, вот этот видимый успех. Допустим, в прошлом году были приняты очень важные документы для нашей отрасли. Например, стратегия культурной политики в Республике Саха-Якутия. Вот ровно год назад она была принята. Была принята концепция развития детских школ искусств в Республике Саха-Якутия. Ну вот, такие вот, скажем, важные события. Опять же, прошлый год был годом дополнительного образования в целом в Республике, который мы проводили совместно с Министерством образования и Министерством спорта. И это стало таким тоже важным моментом, но это не всем известно, да, это неизвестно широкой публике. Мы об этом будем обсуждать, о том, что нам это дало, о том, каким результатом мы пришли и какие задачи мы должны поставить на следующий период развития. А какие задачи мы должны поставить на 17-й год, Владислав? 17-й год, ну, 17-й год он будет тоже особым. И у нас есть и свой календарь памятных дат по 2017 году. Ну, конечно, важные, наверное, особо важными задачами можно определить те, которые нам ставит руководство Республики. Вы знаете, что вот в начале года глава Республики Егоров, Инасий Борисов, встречался с каждым министерством, и каждому министерству он определил такие важные, приоритетные задачи на 2017 год. И вот одна из самых таких актуальных задач для всех отраслей – это развитие местного производства. В том числе перед нашим отраслом, перед отраслом культуры, развивать местное производство как в форме культурных индустрий, так и в форме народных промыслов, того, что может быть отнесено к местному производству, что могло бы развивать рабочие места и снижать безработицу. Ну, вот, кстати, и рабочие места может быть в том числе и на севере Республики, да? Да. То, о чем мы говорили. Потому что, ну, не только тепло, и не только... Ну, банальность, конечно, сейчас скажу, да, не хлебом единым, да, жив человек. А, кстати говоря, речь идет о том, чтобы эти предметы народного промысла, произведенные, потом реализовывались, ведь мало их произвести, собственно говоря, надо их предложить. Да, ну, вот система доставки до потребителя, система сбыта – это важная составляющая именно в развитии местного производства. И здесь нам действительно нужно продумывать различные новые подходы, предлагать новые механизмы. Это касается, ну, вот, и развития, допустим, ну, такого важного направления, как кинофикация в нашей Республике, развития сбыта именно... Дистрибуция? Да. Развитие сбыта также, ну, вот, народных промыслов, продуктов народных промыслов, которые могли бы быть востребованными внутри нашей Республики за ее пределами. И, конечно же, борьба с некачественной продукцией. Это сейчас очень актуальный вопрос, который, ну, поднимают все вот наши мастера в разных направлениях творчества, начиная вот буквально от шития унтов, да, шития одежды, заканчивая вот изготовлением, там, допустим, традиционной посуды якутской, да, изготовлением даже вот якутских ножей, сувенирной продукции полностью. Здесь очень много такой, как бы, некачественной, контрафактной продукции, которая привозится из-за пределов нашей Республики и не дает нашим местным производителям развиваться. Цитата, что называется в тему, из послания Государственному собранию Утумен Республики Саха-Якутия, главы Республики Егора Борисова, 24 ноября прошлого года. Цитата. Проблема благоустройства городов и сел сегодня ушла с верхней строчки. Теперь самой острой проблемой жители Республики признают вопросы занятости и безработицы. Конец цитаты. Ну и там же Егор Борисов отметил, одним из способов повышения занятости остается обучение основам предпринимательства. Вот что называется в тему, да, о предпринимательстве разговоры это отдельно, понятно. Насколько стимулирование развития народных промыслов может способствовать снижению этой проблемы занятости? Вот о чем хочу сказать. Это очень тесно связано, поскольку предпринимательство оно вообще как бы характерно для нашей отрасли и есть много ниш, которые заняты предпринимателями. Надо сказать, что конечно они недостаточно были изучены и вот нами, другими структурами, да, которые последовательно должны предлагать какие-то вот подходы. И надо сказать, что и статистических данных мало на этот счет на самом деле, да. Любой предприниматель, он конечно не всегда заинтересован, чтобы, ну вот полностью открывать вот полностью свои вот расчеты, свои вот, скажем, секреты дела, да. Поэтому нам необходимо вот в этом отношении набирать и нормативную базу, набирать именно аналитическую базу для того, чтобы предложить действительно какие-то качественные предложения, которые могли бы помочь именно индивидуальным предпринимателям и общество с ограниченной ответственностью, другим формам именно в сфере культуры. Мы когда встречались с вами 13 января, то речь шла ведь еще и о том, ну тайно никакой не открою, журналисты встречаются с различными министерствами, то речь шла еще и о поддержке семей, оказавшихся в сложной ситуации. Вот как это к культуре? С культурой можно соотноситься вообще? Ну, на самом деле это наши... Малоимущие, по-моему, да? Да, это регулярная работа, которая проводится с нашим министерством. У нас есть отдел духовного развития, как отдельная, ну вот структурная единица внутри министерства, которая проводит работу с особыми категориями граждан. Это не только, конечно, малоимущие, это многодетные семьи, есть, ну вот, заключенные тоже, как вот особая категория граждан, которым необходимо вот помочь для духовного развития. И, конечно, ну вот во многом услуги наших учреждений, может быть, не всегда доступны для всех категорий граждан. Вот организовываются различные подходы, есть и законодательно закрепленные решения о том, чтобы, ну вот, в особом порядке оказывать услуги для таких людей. И это действительно очень важно, очень необходимо, поскольку, ну вот, сейчас в современном мире вообще в целом потребность в культурных услугах очень растет. В европейских странах, допустим, человек может даже половину своего дохода тратить только на потребление культурных услуг, то есть на свой доступ, на развлечения. И это очень важно, чтобы развлечения были качественными, чтобы они развивали человека, а не приводили к его деградации. Вот не могу не задать этого вопроса. Мне действительно немножко непонятно, почему, когда говорят об альтернативе злоупотреблением, да, всевозможным, алкоголем там и так далее, да, всегда в качестве альтернативы приводится физическая культура, а не культура духовная. Ведь это же точно такая же альтернатива, и могла бы, собственно говоря, привлечение подростков, я не знаю, молодых людей, да и взрослых уже, занятия, и чтобы они занимались какими-то, ну я не знаю, ну вот, творчеством каким-то. Да, это же тоже из мер профилактики, мер воспитания. Почему об этом не говорится вообще? Ну, не знаю, может быть, ну вообще как бы в нашей области привитие особых талантов, оно, конечно, основывается на том, что дал Бог, да, то есть человек одаренный родился, да, и уже благодаря этому он может развивать свои таланты. Может быть, такие, из этого, да, это проистекает. Но на самом деле многие дети, вот, которые, допустим, не совсем благополучны в учебе, да, может быть, у них нарушение с поведением, да, они, как правило, чем-то одарены. Они, как правило, у них есть какие-то таланты, они музыкальные, у них хорошая, вот, допустим, ну физическая, спортивная подготовка, они могли бы, ну вот, может быть, ну как сходное что-то со спортом, да, как цирковое искусство, хореографическое искусство. Да, конечно, да. И многие, на самом деле, вот наши деятели искусства, ну вот, так сложилось, как в их судьбе, что они, ну вот, были, допустим, выходцами из детских домов, да, они стали преданными искусству именно благодаря тому, что они, может быть, ну вот, не было у них родных, близких людей. Владислав, остается минуту буквально, хочу очень серьезный вопрос задать. Такой государственный вопрос. А как можно в культуру внедрять принципы проектного управления? Ну, проектное управление, оно вообще в целом характерно для нашей отрасли. Все, что, ну вот, начиная от проведения мероприятий, заканчивая, там, допустим, съемкой фильма, да, это все то, что касается проектной деятельности. То есть, собирается команда, которая нацелена именно на получение конкретного результата по конкретному проекту, и она подбирается именно под этот проект. То есть, она составляется под этот проект, потом она заканчивает свою жизнь и рождается новый проект. На съемках фильма «Илдархан» я слышал, тарелочку разбили в первый съемочный день. Да, да, да. Поздравьте, пожалуйста, вас. Да, я вас поздравляю с этим. Собственно, я не знаю, я хочу, конечно, спросить, когда результат-то ждать, но это даже через год, наверное. Ну, вообще, этот кинофильм готовится к тому, чтобы прокатываться по всей республике, ну вот, в год празднования столетия республики. Понятно. Владислав, время просто пролетело незаметно. С вами была программа «Считаю важным». Премьера. Всего вам доброго. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok